А Настя такая веселая, да, пап? Я как-то болею, все время грущу, а она нет. Настя молодец, правда? Молодец, молодец. Дашуль, беги, переодевайся наверх. Что не так? Мне кажется, с туфлями не очень удачная шутка, Лар. В смысле, я не шутила. Она выздоровеет, вылечится и сможет первый раз в жизни надеть туфли. Ты лицо ее видела, когда ты ей эти туфли подарила? Видела. Она просто вредная, невоспитанная девчонка. Тебе, между прочим, тоже слово благодарности не сказала. Я не очень понимаю, почему ты думаешь сейчас о Насте. Тот момент, когда должен думать о своем ребенке. Ты хоть представляешь, что сейчас в голове у Даши происходит? Ей нужна твоя поддержка, помощь, внимание. Ей нужен отец, семья. Лара, не дави на меня. Мне сейчас тяжело. А мне легко. Я работаю, между прочим, много работаю. Занимаюсь твоим ребенком. Пока ты витаешь в облаках. Сережа, пожалуйста, вернись на эту бренную землю и обрати на меня внимание. Господи, я даже сейчас с тобой говорю, а ты меня не слышишь. Я слышу. Ты вообще меня уже не замечаешь. Подумай, пожалуйста, о том, как нам жить дальше. Всем вместе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Люди похожи на звезды и планеты. Планеты пустыни, планеты айсберги. Некоторые из них имеют спутник, а некоторые и сами становятся спутниками. Но всем им нужна звезда, источник тепла и света. Так вот, одни люди рождаются, чтобы светить, а другие, чтобы греться. Влад был брошен мне судьбой словно спасательный круг. Нет, это очень глупое и пошлое сравнение. За круг цепляются, чтобы выплыть, а мне необходимо было взлететь. Риточка, ну разве ты не понимаешь, что это очень интересный случай? Прекраснейший материал для диссертации. Ты же мне сама говорила, что мне пора уже докторскую защищать. Да, говорила. А еще я видела, как ты смотришь на свой интересный случай. Ну, перестань, не выдумывай. Хочешь, я сегодня освобожусь пораньше? Да, хочу. Хорошо. Честно? Честно, честно. Я буду тебя ждать. Пока. Пока. Дашенька, ну как вы съездили? Как там наша Настя? Все хорошо. Лариса ей туфли подарила. Да ты что? Ну, а как тебе дельфинарий? Понравился? Очень. Я потом дельфина нарисую. Тебе покажу. Спасибо тебе. Жалко, что мама не увидит. Дашенька, золотко мое. Мама всегда будет с тобой рядом. Она и сейчас все слышит, что мы про нее говорим. А где она? Почему мы ее тогда не видим? Ну, понимаешь, так устроено, что она все слышит и видит, а мы ее нет. Ну, так заведено. Ничего тут не поделаешь. Поделаешь, поделаешь. Мне Лара говорила, что теперь она моя мама. Мама ей шепчет, она ее слышит. Делает то, что мама скажет. Да, Жулечка, ну что ж ты такое говоришь? Как же такое может быть? Может. Мама тоже говорила и пела мне про душу, которая летает. Теперь ее душа в Ларе. Она к ней прилетела. Лара мне сама это сказала. Осталось разрабатывать мышцы. Будешь выполнять все упражнения и слушать меня на своем дне рождения станцию штанга. Олег Николаевич. Да. Выпишите меня тогда. А куда ты торопишься? Я домой хочу. Домой. А ты уверен, что там тебе будет лучше? Нет, давай-ка лучше тут у нас, под наблюдением, да? А Сергей Васильевич потом что-нибудь придумает. Да, Сергей Васильевич очень хороший. Так что, вы мне выпишите? Да что ж такое-то? Нет. Останешься здесь, под наблюдением. Хорошо, тогда я уйду сама. Ты серьезно? Да, это же больница, а не тюрьма. Так? Ну, не тюрьма, конечно. Ань, извини, пожалуйста. Скажи мне, как очень красивая женщина... Спасибо. Ну, вроде как считается, что пациентки обычно влюбляются в своих лечащих врачей. Бывает. Вот. А она в кого влюбилась? Ну, не важно. Подготовь Семенову на завтра на выписку, хорошо? Конечно. Сережа, был уговор. Настя вылечит, ее мама перестанет тебя шантажировать. Все, ты выполнила обещание, она здорова, она может ехать домой. Ей нельзя домой. Почему? Потому что Олег сказал, что на время реабилитации ей нужны хорошие условия. Слушай, а ты всю жизнь не собираешься реабилитировать и спонсировать? Ты понимаешь, что это ненормально, что абсолютно посторонний человек живет с нами в одном доме? Это ненормально! Ла, ну, один месяц, максимум два, не больше. Ты же просто не видишь, как эта девочка крутит там. Крутит как хочет, а не на том, а подливает масло в огонь. Ну вот объясни мне, пожалуйста, почему она не может проходить реабилитацию в клинике, в больнице, где угодно, но не здесь. Так, во-первых, мной никто не крутит, а во-вторых, зачем ты говоришь глупости? Я глупости говорю? Да, ты говоришь глупости. Хорошо. Я говорю глупости, тогда живите сами, если вы такие умные. Ларочка, не уходи! Папа, папочка, куда Лара уходит? Ларочка, не уходи, ну пожалуйста! Да, да, да. Тихо, успокойся. Лара никуда не уходит. Все хорошо. Я поеду. Но я сегодня в любом случае должен поехать, я обещал. А потом посмотрим. Договорились? Ты мой хороший. Че, беги к себе, я сейчас приеду. Слушай, я все оплачу. Месяц, два, три, сколько надо. Это вообще не проблема. Сереж, ты меня не слышишь. Я же говорю, она уже может ходить, и она отсюда сбежит. Я рад, что она выздоравливает. Но никуда она не сбежит. Она просто капризный ребенок. Нет, она уже совсем не ребенок. И это не капризы. Она сказала, что она сбежит, и она сбежит. Ну, что ты на меня так смотришь? Да так. Держи. Выписка, карта, и забирай ее прямо сейчас. Мне здесь побеги не нужны. Ну, хорошо. Отвезу ее к матери. Ты шутишь? Ей нужен свежий воздух, тренажеры, хорошее питание и никаких стрессов. Олег, подожди. Ты мне диктуешь условия? Да, как ты хотел? Она не игрушка. Взял, поиграл в благодетель и потом сдал обратно. Она живой человек, Сережа. И ей сейчас, как никогда, нужна помощь. Я же вам объясняла, что Настя не вернется. Ну, неужели это не... Это еще что такое? Это Даша все приготовила для приезда Насти. Это вы ее подговариваете. Я? Настя! Настя приехала! Даша, Дашенька, не выходи без куртки! Берите это все, не милая, Вина. Берите это все, не милая. Давай помогу. Я сама, спасибо. Приехали. Не слава, я ничего не понимаю, ты же обещала. Не смог, прости. А что ты мне голову морочишь? На молоденьких потянула? Как это несешь? Вернулась все-таки. Сергей Васильевич сам привез меня сюда. Сергей Васильевич. Нет, ну ты молодец. Молодец. Даша, Даша, зайди в дом. Настя, пойдем играть, ну пойдем. Дашенька, Настя потом с тобой поиграет. Она ведь только вот приехала. Даша, не обращай внимания, я котлет нажарила, картошечку отварила. Я тебя покормлю, а то ведь тебя, наверное, заморили этой больничной едой. Не, не надо, Антон, там хорошо кормили. Ну что ты. Ну моя-то, наверное, лучше. Согласна? Конечно, согласна. И я согласна, и я с вами. Да что ты говоришь, пушечка? Я кому сказал зайти в дом? Иди потихоньку, тут скользко, плитка. Ну здравствуй, Никитич. Здравствуйте, Николай Петрович. Догадываешься, зачем приехал? Ну догадываюсь. Ну ладно бы тетка какая простая попала под поезд. А то звезда. Мне надоело писать объяснительные. Не виновата, надо автоматику вовремя чинить. Да пить надо поменьше, Никитична. И автоматика была в порядке. Что, уволите теперь? Должен. За нарушение трудовой дисциплины. Статья 81 Трудового кодекса. Скажи спасибо, что уголовное дело на тебя не повесили. За халатность. Ну идите к черту. Посмотри, я кто тут у вас корячится за копейки будет. Ну ты-то не пострадаешь. Че это? До нас дошли слухи о тебе. Какие? Ну говорят, что ты скоро станешь тещей Собурова. Даю тебе последний шанс. Напишешь заявление по собственному, чтобы без статьи в Трудовой. Все. Ничего себе. Волшебство какое-то, Нина Антоновна. Да, это все Дашенька. Дашенька. Кто ему приезд приготовила. Как приятно. Ой, а где все? А Сергей Васильевич приказал, чтобы я все бумаги в Сабинин кабинет несла. А где он, в Сабинин кабинет? А тебе зачем? Ну, просто хочется знать, как она живет. Ну, жила. Деточка моя, ты все-таки в гостях. Не забывай. И не спрашивай лишнего. Тебя приютили? Скажи спасибо. Ну все. А теперь давай отдыхай. Хорошо? Спасибо вам. Устала. Не слышу музыку, как раньше. Пишу что-то, пишу. А это все не летает. Это все по земле ползает. Сережа не понимает. Для него это всегда было за гранью обычного. Игорь. Я вижу, что он жалеет меня. А я злюсь, потому что жалость меня убивает. Влад. Если бы не он, с ним неспокойно. Потому что ему, кроме меня самой, ничего не нужно. Ой, ты уже без палочки ходишь? Да, хожу, Дашуль. Но пока не очень хорошо получается. Спасибо тебе за твои рисунки, Дашуль. И за шарики. И вообще. Ты так чудесно мою комнату украсила. Умничка. А Лара говорит, что ты пиявка. Кровь за нас пьешь. Угу. А хочешь, я тебе расскажу, почему я перестала ходить? Я очень любила папу. А папа любил меня. Больше жизни. Лара, ты куда? Домой. Ну, прости меня. Ну, не смог я отвезти ее к матери. Ну, просто не смог. Мне надоело. Все время тебя с кем-то делить. Лара, я прошу тебя. Пусть она немного окрепнет. Я ее сразу отвезу. Потерпи еще чуть-чуть. Я ей терпела очень много лет. Очень много. Я за все эти годы не сказала тебе ни слова. А сейчас я правда, я не могу больше. Прости. Вот. Вот. Это все? Все. Как только Сабина не стала, Лариска совсем обнаглела. Она мне вдвое зарплату урезала. А меня это волнует? Все. Я пойду. Увидят. Стой. Если денег не достанешь, мне крышка. Да где я столько денег-то возьму? Забыла? Забыла, у кого работаешь? Я чужого ни в жизни не возьму. Ладно. Тогда до встречи на кладбище. Ой, господи. Спаси, сохрани. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А то что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видишь, Ванечка, как оно... Без работы я осталась тебе... Зато Наська звонила... Говорит, что ходит уже ножками, потихонечку, с палочкой... Но ходит... Только знаешь, я боюсь... То она домой вернется... Я без работы... Так же мы жить-то будем... А вот бы, Вань... Правда, Соборов на ней женился... Я бы и спокойная была... Лара! Лара! Представляешь, этот Влад приперся... Сказал, что в гости... Так бы я припил эту сволочь... Лара, ну хватит, а? Да, у нас сейчас трудности, но ты всегда умела с этим справляться... Умела, а теперь не могу... Если ты устала, мы можем поехать отдохнуть... Да я не физически устала... Ну а что тогда? Я устала быть вторым номером... Сабине всегда везло... Все, чего она хотела, сбывалось... А я... Пахала, пахала... Никогда не была счастлива... Ну что ты такое говоришь? Как вас вообще можно сравнивать? Послушай, у каждого своя судьба... Да, у каждого своя судьба... И каждый может ее изменить... Я все время ждала, когда наступит тот день, когда... Господи, я... Не хотела ее смерти... Так получилось, но... Я правда думала, что наконец-то смогу занять свое место... И опять влезли впереди меня... Ты о чем? О том, что ты снова живешь и делаешь все ради кого-то... Ради какой-то чужой Насти... Но не ради меня... Лара... Я прошу тебя, возвращайся... Ты мне очень нужна... Лара... Не можешь семье... Лара... 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 Эй... Да, ты... Ты можешь подойти? Подойди, пожалуйста... Да не бойся, подойди... Да ближе, ближе, ближе... Да подойди, подойди... Ты кто? Ты что, еще и немая? Нет... Ну слава Богу... Меня зовут Владислав... Можно просто Влад... Скажи, а ты Соборову родственница? Родственница? Нет... Я не родственница Соборова... Он мне с лечением помогает... С лечением, значит? Я скоро смогу без этого ходить... Я... Нет, нет... Вы меня неправильно поняли... Между нами ничего нет... А, ну понятно... Понятно... А чего он тебя лечит? Так получилось... Хорошо, здорово ты устроилась... В общем, тут такое дело... Мне позарез нужно попасть в этот дом... А с Соборовым у меня... Ну, мягко говоря... Ну, такие напряженные отношения... А... Там есть то очень важное для меня бумаги... Их Маша писала... Ну... Сабина, то есть... Я ее в столе знаю... Когда она еще не Сабиной была... И не Соборовой... Мы учились вместе... Я в отъезде был... А... Когда уже приехал... Ее не стало... В общем... В дом заявиться я не могу... Ну, как-то неудобно... А... Потребовать у Соборова... Я... Тоже их не могу... Хотя... Я имею на это законное право... Ты можешь мне помочь? А? А... Вам нужны стихи Сабины... Стихи... А... Да... Да-да-да... Да... Сейчас... Кто-то есть в доме? Да... Лариса и... Нина Антоновна... Понятно... Ясно... Ладно... Ладно... Я поеду... Подождите... Я вам помогу... Правда? Конечно... Ну и что... Давай так сделаем... Я тебе дам свою визитку... И когда в доме никого не будет, ты мне позвонишь... И я приеду... Хорошо? Да... Конечно... Спасибо... У нас неικά... А пока... Продолжение следует... А вот двум... Как... День ряи... Я не буду больше чистить двор. Нанимайте дворника. Мне и так работы прибавилось. Настя в доме. Ну тогда я уволю вас просто. И попробуйте после этого найти нормальную работу. Не уволите. Вы здесь не хозяйка. Нет, милая моя. Я здесь хозяйка. И вы это прекрасно знаете. Попридержите свой язык. Ясно? Ясно. Ты подслушиваешь что ли? Нет, не подслушиваю. Ты издеваешься надо мной? Я что, не вижу, что ты стоишь и подслушиваешь? Что? Влад, что случилось? Что случилось? Что случилось? Даш, 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 Даш. Иди раздевайся, а потом будем ужинать. Живо, я сказал тебе. Даш. Не надо на ребенка кричать. Она здесь ни при чем. Сергей Васильевич, голубчик, я же вам вера и правда. Но ведь мы же не чужие, а? Не на том. Успокойтесь. Идите, готовьте ужин. Что же это такое? Вот вы если женитесь, вы себе жизнь загубите другим. Что вообще происходит в этом доме? Лар, ну что такое? Ну давай, давай. Еще одну ложечку. А то в космос не полетишь. А мне не надо в космос. Я буду как папа доктором работать. Папа, как доктором. Тогда нужно две ложечки. Там же все время в больнице кашей кормят. Ты в курсе? В курсе. Папа, скажи Екатерине Захаровне, что в больнице у вас клубникой и шоколадом кормят. И еще мороженое. Вот. Но только после овсянки. Вот. Давай. Давай. Нет! Я лучше в космос навсегда! Космонавт. Не удался. Ну, не знаю. Такая вкусная каша. Ой, пересолила. Надо же, бедный ребенок. А он вас не выдал. У меня есть приятельница. Так вот, колено заболело. Причем так вот серьезно. И знаете, вот говорит, вот прямо вот туда. Ой, туда отдает. Вы уверены, что колено вот туда отдает? Ну вот. Ой, отдает. Да, и вот, вот. Можно мы к вам приедем с ней? Приходите. Очень интересный случай. Спасибо большое. На самом деле, ведь интересный случай. Сегодня сорок дней. Вы помните? Ты бы знала, как меня бесило, когда она тут часами сидела. Творила? Ну да. Творила. Посидит, подумает, страдает. Бац, новая песня. Вся страна пойдет. Не понимаю. Чего ты не понимаешь? Почему в такой день поклонники не собираются у дома? Не приносят цветы, не зажигают свечи, не вспоминают ее песни. Поехали. Куда? Ну, знаешь, поехали. Ларочка, а мама обещала сделать мне вот такую стрижку. Какая стрижка? У девочки должны быть длинные красивые волосы. Забудь. Куда это вы собрались? М-м-м, потом скажешь. Хорошо. Это моя любимая песня. Может, да, больно, может, да. Горько сердцу, но горячо. Где ты сегодня? Где гуляешь под проливным дождем? Не думать о тебе. Мешает сон, где мы с тобой вдвоем. Мешает сон, там, где с тобою. Где ты сегодня? Где гуляешь под проливным дождем? Не думать о тебе. Мешает сон, где мы с тобой вдвоем. Спасибо. Это Игорь Глинский, аранжировщик Сабины. Сергей Васильевич, привет. Привет. Это вот Настя. Здравствуйте. Большая поклонница творчества Сабины. Игорь. Очень приятно. Взаимно. Сегодня 40 дней. Поехали с нами. На стол не накрывали, Сабина этого не любила. Так, посидим. Спасибо. Я сегодня здесь останусь. Понятно. Ну, тогда в другой день приезжай. В первый раз сам приглашаешь. Раньше, когда мы с Сабиной приезжали, ты как-то не очень радовался. Но это раньше было. Теперь-то что? Ладно. Договорились. Пока. Пока. До свидания. Алиса Михайловна, я вас очень прошу, не надо, не делайте, не делайте, господи, не делайте вы это, это не ваше. Алиса Михайловна, ради Бога, я вас очень прошу, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, не делайте это. Это с модной твоей. Что с вами случилось? Вы безумная, вы безумная. А этот Игорь, он что, любит Сабину? А с что ты взяла? Ну, это же видно. Слушай, он человек творческий. Тяжело понять, кого он не любит, а с кем подружбе спят. Я вот человек нетворческий, обычный, поэтому женись на обычной женщине и буду жить, наконец, спокойно. Поехали. Лариса Михайловна, пожалуйста, осторожней. Лариса Михайловна, я вас очень прошу, не надо, Лариса Михайловна. Ну, дорогая, ну как же мне вас остановить? Ой, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич, я ничего. Настенька, да что ты, Господи, это там, вот Настенька, миленькая, ну ты что? Она бегает, Сережа, ты посмотри, она бегает. Настя, что, мне врала? Да врала, конечно. Все, дорогая, ты здорова, пошла вон отсюда. Вали! Да что вы, как коршуны, на нее налетели, она увидела, что огонь и побежала от стресса. Правда, Настенька, смотри, они просто спились. Они скоро нас с тобой из этого дома выживут. А давай-ка, Сережа, гони их, обеих отсюда, к чертовой матери. Успокойся, успокойся, я сказал тебе. Я что, не права? Пойдем в дом, я тебе сказал. Ой, Настенька, Настенька, я ничего не могла сделать. Ненавижу ее, ненавижу! Настя, Настя, господи, я никак не боюсь остановить. В этом доме все решаю только я! Слышишь, я! Кого выгонять, кого не выгонять, кого лечить и кому платить! Я здесь кто? Никто? Я этого не говорил, но ты зарываешься. В общем, так, с сегодняшнего дня ты ничего не делаешь без моего ведома. Иначе я... Иначе ты что, выгонишь меня? Ну, скажи, Сережа, что ты выгонишь меня! Скажи! И останешься жить здесь, с этими двумя убогими! Я перепрятала твои сокровища. Держи, давно бегаешь ты? Да нет, мне еще очень больно без костыля ходить. Ну, поправку, значит, пошла. Это хорошо, хорошо. Так, давай мне эти тоже, я спрячу от греха подальше. Да давай, давай, я положу за банки с крупами. Да Лариса туда в жизни не сунется. Давай. Спасибо, Нина Антоновна. Знаешь, я думал, с Ларисой проще будет. Ну, что у нее нет этих творческих закидонов, сложностей, как у Сабины. Да, сильный взгляд. Смотрит, нет, вернешься. Знаешь, что такое талант? Что? Талант — это извести близкого человека до полусмерти, а потом написать песню. И все вокруг говорят, что эта песня — шедевр. Ну, не знаю, я бы терпел. Она же звезда. Я терпел. Или любил. Уже не знаю. Это все сложно, понимаешь? Если честно, не очень. Терпел или любил? Любил. Знаешь, чистовала рядом с ней себя мужиком. Защитник. Ты думаешь, я хотела ей изменять? Нет. Просто устала. Хотела, чтобы меня любили. Понимаешь, ну, просто любили. Чтобы я приходил домой, меня спрашивали, что я хочу на ужин, а не в чем смысл жизни. Вот, Лариса, она меня просто любит, понимаешь? Просто любит. Ничего не требует взамен. Не требовала. Не требовала. Плохо мы баб знаем. Знаешь, что я тебе посоветую? Сразу жениться не спеши. А то очухаться не успеешь, как все свое имущество на нее перепишешь. Зачем ей мое имущество? Ей я нужна. И дочка моя к ней привыкла. Привыкла. Все так говорят. А потом все под забором сидят. А потом все под забором сидят. Что такое любовь? Нет, правда, что такое любовь? Когда видишь, что человек не идеален, но понимаешь, что ты без него жить не можешь. Это любовь? Или это налождение? Вот как описать мои чувства к Владу? Я ему верю? Нет. И вроде бы да, я хочу верить. Почему? Потому что люблю? Или это тоска по прежней жизни? По легким отношениям? Я так хочу знать и любить. Ирина Захаровна, пожалуйста, сметану. Да, пожалуйста. Лариса Михайловна, моя помощь нужна? Да. Есть ли у вас что-нибудь от очень тяжелого похмелья? Что вам плохо? Сереженька. Мне очень хорошо. А вот Сереженька немного перебрала. Поможет? А вот клюквенный морс. Поможет. А может, лучше я в аптеку сбегаю, куплю лекарства? Нет, не надо. Это долго. Давайте морс. Ну, морс так морс. Нина Антоновна. Да? С сегодняшнего дня я буду доплачивать вам за дополнительную работу. С большим удовольствием. Я знала, что мы с вами договоримся. Мы бы давно с вами договорились, если бы вы чуть-чуть меньше лезли в чужие дела. Правильно? Это я. У меня есть немного денег. Немного – это пять тысяч. Я знаю. Знаю, что надо гораздо больше. Слушай, пускай чутка подождут. Я что-нибудь придумаю. Сюда не приходи. Сама приеду. Пока. Тебя таксист вчера принес. Башка раскалываться ничего не соображает. А можно узнать причину такого сильного душевного расстройства? Лара, ты вчера устроила пожарище. Да, устроила. Я срвалась просто. Ну, я все переоценила, подумала и принимаю абсолютно все твои условия. Я заказала для Настя беговую дорожку, нашла шикарного массажиста. А Нина Антоновна получилась деньги и очень счастлива. Как слон. Вообще в этом доме все счастливы. Теперь ты прими, пожалуйста, мои условия. Ой, не-не-не. Давай не сегодня. Почему не сегодня? Слушай, башка раскалываться не могу. Не, давай на сегодня, когда у тебя раскалывается башка и... Так, хорошо, я понял. Лара, я женюсь на тебя. Довольно? Ты что думаешь, я только об этом мечтаю? Ну, о чем ты еще мечтаешь? О чем я еще мечтаю? Я хочу занять место Сабины. Ты уже заняла место Сабины? Да, ну не в том смысле. Я хочу занять место Сабины на сцене. А у тебя нет голоса? Ну, послушай, хороший звукорежиссер. Студия, и у меня будет голос. Подожди. А талант? Сабина сама писала свои песни. А я дам денег талантливым людям, которые напишут гениальные песни. А я знаю, как их раскрутить. Ну что, почему это деньги, этот хороший доход? Это бред. Это бред, я даже слушать это не хочу. Почему бред? Потому что я снова не хочу в эту трясину лезть. А я хочу лезть в эту трясину. Я хочу. Я хочу, чтобы в этом доме опять появились камеры, телевидение, люди. И чтобы эти камеры были нацелены на меня. Ну, что ты такое говоришь? Что я говорю? Ну, зачем? Я тебя не узнаю. Ты очень сильно изменилась. Да. Да, Саворов, я изменилась. А ты нет. Я для тебя как была вторым номером, так и осталась. Конечно. Конечно. Второй номер и вечная любовь отца. Может, ты деньгами возьмешь, а? А у тебя денег не хватит. Да, может, ты все деньги тратишь на эту маленькую дырянь, которой почему там можно добиваться своей мечты, любовь ценой, а мне нет. Мне нельзя? Что ты молчишь с тобой? Ругаются? Вот зараза. Пойдем мы тебе мусико налить. Пойдем. Сергей Васильевич совсем слепой. Лариска его скоро с потрохами съест. Настень. Да? А ты бы пригляделась к нему. А что? Он у нас мужчина видный. Стала бы здесь у меня хозяйкой. За место Лариски. Нина Антоновна, что вы такое говорите? Я, конечно, понимаю вам, Лариса. Я очень симпатична. Но меня-то вы не впутываете? А я не впутываю тебя. Я тебе, между прочим, добра желаю. Ты посмотри, на кого ты походишь, а? На кого? Пойдем, я тебе покажу, сколько от Сабины красивых вещей осталось. Новых, модных, с этикеткой. Главное, твой размерчик. Она ведь все покупала и практически не носила. Все в шкаф складывала. Пойдем. Я понимаю вашу заботу, но я чужих вещей не возьму. Как ты не поймешь? Лариска ведь от злости все равно это все на помойку выбросит. Ну что, выбрасывать? Нет, конечно. Пойдем. Ну ладно, давайте попробуем. Соборов, а ты мне должен. В смысле? Ну я и так достаточно долго тебя покрывала. Я же прекрасно знаю, что это ты выбросил Сабину из машины. Ты совсем сдурел? А что, ты мне будешь в сказке рассказывать, что это она сама выпала? Прям сама взяла и выпала из машины, да? Ты совсем сдурела, я тебя спрашиваю? Между нами стена, но я разрушу ее, потому что люблю тебя. Твоя Сабина. Я ничего не понимаю. Это почерк Сабина. Настюша, ты посмотри, какую красоту нашла. Это Сабиночкины концертные платья. Я их видела. Ну-ка, примерим. С какого ночьем? С синенького. Красота. Давай. Ну-ка, примерим. Синенькая. Ну-ка. Ой, покажи, 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 покажи. Боже. А цвет какой просто обалденный. Ты знаешь, я когда тебя увидела, думаю, ну прям как на тебя сшито. Точно. А красненькая, а красненькая. Ну-ка, дай, дай, дай. Ой, а вот это потрясающе. Слушай, ну прям как для тебя. Красота ты моя, красотища. Все, королевичная. Я как увидела тебя, сразу поняла, что это твое платье, но как раз для молоденькой девочки. Ну что? Я так не могу, не надо. Что ты не можешь? Не могу взять платье. А кто тебе говорит взять? Примерь, и все. Согласна? Ты посмотри. Взял. А у меня как раз день рождения с Курниной Антоновой. Красота ты моя. И сколько годков? Девятнадцать. Чудо-то мое, так вот тебе и подарок от Сабины. Вот тебе салатик, сейчас куриный супчик нальем. Фу, не хочу куриный суп. Да, не будешь есть куриный суп, не вырастешь. Что-то Нины долго нет. А что, тетя Нина к нам придет? Съешь суп, тогда придет. Будет сделано. Вот молодец. Сергей Васильевич, тут к вам бомжиха какая-то ломится. Весь поселок переполошила. Говорит, теща ваша. Какая теща? Будущее. Какая же еще? А то что думаешь, девчонку опозорила и в кусты? Все нормально. Спасибо, я разберусь. Вы что себе позволяете? Так, чего меня все спрашивают? Спрашивают, когда твоя дочка замуж за Соборова выйдет. Ну, я не сказала этому твоему, что теща твоя, чтобы он меня к тебе привел. Вам что надо? Ну, так вот. Дочке вот подарочек принесла. Пачка, оттеки купила. С выходного пособия. Уволили меня из-за вас. А мне окна поменять надо. Рассохлись мои-то. Все, не закрывается. Мерзну, как цуцик. Понятно. Ждите здесь, я сейчас приду. Маму. Маму? Господи. Настенька. Ножки-то ходят. Господи, радость-то какая. Мама, ну ты зачем приехала? Так уволили же меня, Настенька. Совсем я без денег осталась. Жить-то мне теперь и на что. Вот, возьмите. Мама, куда ты? Куда ты, спасевочки? А ты все же думает-то, что ты мой зять будущий. Мама, перестань, а? Что, что мама? Что мама-то? А что люди должны думать? А ты живешь тут на всем готовом, ни в чем не нуждаешься. Все, ладно. Пошла. Слушай, Соборов, ты это, если не женишься на ней, ты знаешь, мы же позор-то потом вовек не отмоемся. Ты себе тоже эту репутацию-то подпортишь. А то, смотри-ка, то с одной бабой, то с другой гарем прямо тут себе устроил какой-то. Да вы не волнуйтесь, я женюсь. Да ладно. Конечно. Действительно, что я то с одной, то с другой. Все, определился. Женюсь на Насте. Ты же ведь, если правда женишься, я же пить брошу. Ты знаешь, какая я теща. Вот такая золотая. Я сама. Вы зачем мне сказали, что женитесь на меня? А что с ней оставалось делать? Она меня практически в рослении малолетних обвинила. Простите, пожалуйста, она протрезвеет и про все забудет. Да это ты меня прости. Действительно, что я как-то цирк устроил. Какие нежности. Вы не переживайте, я вам не помешаю. Что, Соборов, говоришь, определился? То с одной, то с другой. А чем у вас тут так воняет, я не могу понять. Это от вас, Милочка. Просто откровенный запах перегара. Пьете, да, потихонечку? Смотри, молчит. То есть теперь мне еще нужно искать вам хорошего нарколога. Спасибо. Себя поищите, хорошего нарколога. Не надо меня дерзить. Вот я к ней со всей душой, а она меня дерзит постоянно. Лара, пожалуйста, успокойся. Да ты что? Лара! Так, я вот это возьму. И водку давай. Хорошую давай. Две бутылки. Держи. Слушай, ты поэкономил, Никитичина, а? Ты же без работы теперь. Да и ладно. Ну как ладно? На что будешь, а? На что, на что? Ты не знаешь, на что. Не знаю. Сабур там вон женится. А Настике? Да ладно. Да. Правда, что ли? Я думала, что будет. Ты, Димит, спрячь получше, слышь. И бутылки тоже не свети. Иди аккуратней. Ой, господи. Слезавал, сколько у нее бабло? Ну. Мам, что ж ты трубку-то не берешь? Настя! Вот, беговую дорожку привезли. Будешь бегать, разминать ноги. Мне еще рановато бегать. Куда нести-то? Несите на второй этаж. Ты не злись на Ларису, ладно? Ну, она как лучше хочет. Ну, по-моему, она просто ревнует. И постоянно пытается мне напомнить о том, что я неполноценная. Ну, знаешь, ты тоже хороша. В смысле? Это ты мне в комнату подкинула? Ничего я не подкидывала. Ну, а кто? Нина Антоновна? Хозяин, написать надо. Спасибо. Пошли. Да я бы даже не смогла к вам в комнату подняться. Мне и так ходить больно пока еще. А Дашка мне сказала, что ты уже без палочки ходишь. Сергей Васильевич, ну это правда, не я. Ну, почему вы мне не верите? Потому что врешь плохо. А надо бы научиться. У тебя в жизни это пригодится. Ты где эту записку взяла? У Сабины в комнате, да? В тетрадках ее нашла? Ну, может, не отвечать. И так все понятно. Сергей Васильевич, А почему меня опять сюда привезли? Почему не отправили меня на переезд? Потому что Олег сказал, что тебе нужно окрепнуть. Папа, ты обещал батут, а не беговую дорожку? О, да Шуль, ну, какой батут в доме? Ты будешь прыгать и головой в потолок ударишься. Давай, будет лето, и мы купим батут во двор. А я не буду бегать. Пусть Настя бегает. Лара говорила, она уже может бегать, как лошадь. Даш, ну, какой же за меня бегун? Ну, ты посмотри. Ты сейчас ножки накачаешь, и знаешь, как высоко будешь на батуте прыгать? Правда, Сергей Васильевич? Правда. А можно вместо батута котенка беленького? Да Шуль, ну, опять начинается. Ну, пап. А что, по-моему, отличная идея. Батут, он вон какой большой. Столько места занимает. А котеночка, ну, вот такой малюсенький. Ну, хорошо, пусть будет котенок. Стоп, 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 стоп. Никаких котят. Ты прекрасно знаешь, что у меня аллергия. Захарна, Лариска точно что-то замышляет. Если платить начинает, значит, что-то замышляет. Да как пить дать? Она ведь просто так копейки не потратит. А тут вдруг раз и расщедрилась. Жди беды. А ты не жди, и ничего не будет. А? Тебе легко говорить. У тебя не хозяйка, а ангел. Конечно. Антош, смотри у меня. Пока. Я пошла. Есть, товарищ командир? Ну, что, Антошка? Какая машина. Мама подарила. Ой, вот это мама. Смотри, сейчас поезд поедет. Ой, какая красота. Прелесть. Проходи. Спасибо. Привет. Вот, обещал и пришел. Привет, Даша. Дашунечка, мы договорились, да? Никаких котят. Все, беги наверх. Чай будешь? С удовольствием. Ну, и что ты пришел? Гости. Это тебе. Ко мне. С цветами. Никогда не поверю, что ты пришел просто так. Говори, что надо. Ладно, сдаюсь. Мне нужны Сабинины записи. У меня осталось много черновиков, там наброски стихов. Я хочу довести их до ума и написать музыку. Хорошая идея. Только я их сожгла. Как сожгла? Ну, вот так сожгла, обычно в костре. Я же тебя предупреждала, или мне, или никому. Ее словно ветер не бросало. Ну, не ври, ну, ты не могла их просто вот все взять и сжечь? Могла. А еще ты мне отдашь все аранжировки к ее песням. Да с какой стати, Лариса? Ты же бездарная. У тебя же нет ни слуха, ни голоса. Тебе-то зачем? Только не забывай, пожалуйста, что у меня есть способ загнать тебя в угол. Ясно? Да мне плевать на твои угрозы, слышишь? Я не дам тебе испортить песни Сабины, понятно? Боюсь, боюсь, боюсь. Вы чего шумите? Пойдемте чай пить. А на кровать тоже ты будешь? Давайте я накрою. О, еще не хватало, чтобы мне коллега прислуживала. Ладно. Зря вы так. В любой момент каждый может стать коллегой. А ты сначала хромать перестань, а потом будешь хамить. Умная. Ты не обижайся, ладно? Я забыл, как вас зовут, милая девушка. Настя. Настя. Здравствуйте. Здравствуйте. А 815-го, пожалуйста. Ключ уже забрали. Да? Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас там на входе объявлений висит срочно требуется уборщица на полставки. Так это не ко мне, девушка. Это в отдел кадров. За девушку, конечно. Спасибо отдельное. А отдел кадров где у нас? Вот дверь, проходите. Благодарю вас. Спасибо. 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 Игорь Настя. Заглядывай. Вот, например, у Насте скоро день рождения. А вы откуда знаете? Мне Олег Николаевич сказал. А ты-то что молчала? Так я же его не собиралась отмечать. Ну, теперь придется. И все, это не обсуждается. Ну, пока. Пока. Давайте я вас провожу. Пойдем. Игорь, скажите, а вы любили Сабину? Любить это слишком просто. Она была частью меня. Так это же и есть настоящая любовь. Хотела бы я, чтобы меня так любили. Слушай, давай на ты, а? Хорошо. Ну что, приедешь ко мне на день рождения? Конечно, приеду. Ладно. Тогда скоро увидимся. Пока. Пока. Ты поаккуратней с ним, ладно? Сергей Васильевич, вы так говорите, как будто я с ним роман собралась крутить. Я просто предупреждаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, Господи. О, Господи. О, Господи. Боже мой. Нюра. О, Нюра. Нюра. Нюрочка. О, сейчас. Кто-нибудь. Мужики. Скорей. Сюда. О, Господи. Никитична, помирай! Скорее, я не помниться, надо! Нюра! Нюр! Нюр! Нюра! Так я не понял, ты меня хочешь пригласить на день рождения? Да нет. В общем, да. То есть, нет. Нет. Так, интересно. Все будут в гостиной, и если вы подниметесь по черной лестнице в кабинет Сабины, вас никто не увидит. Гостей много будет? Нет, не очень. Нина Антоновна, Лариса Михайловна Сергеевна Васильевича и Олег Николаевич. А это еще кто такой? Мой врач. А, еще Игорь Звукорежиссер. А, помню такого. Если что-то изменится, скинь смс-ку. Слушайте, а может, я сама достану то, что вам надо, а? Не-не-не, я сама. Поехали? Поехали? Что? Сережина, пойдем. Сергей Васильевич, мне только что позвонили маму в реанимацию Ничего, мы всех вылечим, приютим, накормим Лав, ты же обещала Отвезите меня, пожалуйста, в больницу Я не могу, я выпил, сейчас такси вызову Только она сюда минут сорок ехать будет Ладно, я отвезу Поехали Спасибо Вы кто, вам нельзя здесь находиться Покиньте палату Девушка, милая, послушайте Вы посмотрите, как она страдает Ей все равно не выжить Помогите ей Вы о чем? Почему такие страдания? Выдерните провод какой-нибудь Вы что такое говорите? Да вы в своем уме, а? Оберите деньги Я тетю Нюру с детства знаю, она выкарабкается Мне работать надо Состояние очень тяжелое У нее открытая черепно-мозговая травма Организм сильно слабый К ней можно? Она без сознания Не надо было ей деньги дать Да это я во всем виновата О чем я вообще только думала? Успокойся Не надо было ее одну оставлять Успокойся, ты ни в чем не виновата Дайте воды, пожалуйста Да хорошо Пятьсот тысяч рублей Это не маленькая сумма, Нина Антоновна Зачем вам такие деньги? У меня внучка болеет Ей нужна срочная операция Ну хорошо Допустим, я вам дам пятьсот тысяч Как вы собираетесь отдавать такую сумму? А постепенно С процентами А хотите, я вас буду бесплатно работать? Ну, хотите я там пять-десять лет Хотите? Пять лет Знаете, такой срок Мало ли что может случиться Открыть нечем Сергей Васильевич Каждый может умереть в любой момент Кстати, детям Срочная операция делать бесплатно По государственной квоте Вы в курсе? В курсе Ну, хорошо А если нужны будут отголы Вы обращайтесь Не нужно Как хотите Сереж Я готова Поехали Да-да, я сейчас Я жду Спасибо На здоровье Если вы все-таки надумаете Насчет квотов Вы обращайтесь, я помогу Спасибо, хорошо Да-да, я записала А эти лекарства точно помогут маме? Я же стал лучше А с ними шансов на скорую Воздравления гораздо больше Спасибо большое Я обязательно их достану Нина Антоновна Да А вы не видели Сергея Васильевича? Они с Ларисой уехали Спасибо Спасибо Черт, телефон дома забыл Ты же вроде говорил Что пока так высоко Не можешь подниматься Знаешь, это очень неприятно Запирать двери в собственном доме На ключ Ну, приходится Простите, я просто хотела Что ты хотела? А это что? Очередное послание С того света? Что это за список? Это маме надо Лекарство Маме Ну, а здесь ты что делала? Это ж не аптека Ну, давай, давай Соври уже что-нибудь Я же тебя предупреждал Жить без враня трудно Это вы так считаете А я просто хотела убедиться в том Что вы мне не доверяете И поэтому заперли кабинет Сабина Ну, так На троечку Могла бы просто сказать Что заблудилась Кабинет закрыт Субтитры сделал DimaTorzok А какая больница? Ага, понял Зовут Анна Никитична Да, Настя, записал Конечно, обязательно проконтролируй И по поводу лекарств Тоже не беспокойся Пока Да Здравствуйте Здрасте Вообще-то я жду вашу подругу Да бог с ней, с подругой У нее грипп А вот у вас, Олег Николаевич А что у нас? Диагноз Посерьезнее будет Да что? Да Вы меня, конечно, извините Я перехожу Знаю грань дозволенного Молчать больше не могу Вот, пожалуйста Ой, Настюшка Какая красота Да слушай Он прям как на тебя сшит А? Ну что, не нравится? Да я не за платье не надо И за мамы? Ну, конечно Я тут платье примеряю Она в больнице лежит И правильно делаешь Ты что думаешь? Ей бы понравилось Что ты здесь сидишь И плачешь Посмотри, сколько она для тебя Хорошего сделала Так что, миленькая моя Выполняй ее волю Будь счастливой А врачи-то Они на ноги ее быстро поставят Ой, Господи, Боже ты Ой Ой Ну я же тебе сказала Принцесса Я даже не знаю Какое лучше Только подшить На полчаса работы Вам не трудно, Нина Антона? Да ну что ты Я собаку на этом съела А вот украшения Пойду-ка я поищу Я помню, у Сабины К этим платьям были замечательные украшения Сюда? Да У меня есть ключ Все окей Ну, в годовщине можно концерт памяти Но это сейчас не важно Это потом Сейчас я веду переговоры с каналами Надо разобраться сейчас Что у нас по формату То ли мы делаем документалку То ли передачу в студии Разберемся Нам надо, чтобы Сережа что-нибудь сказал Ты... Алло, Ларочка Ты вообще слушаешь меня? Слушаю, слушаю Скажи, а ты не хочешь под меня шоу сделать? В смысле? Я давно работаю в этой области Я эксперт Сделаем какое-нибудь шоу Передачу Будем звать туда разных артистов Певцов, общаться с ними, беседовать Разговаривать Я спою Ларочка Милая А что? При всем моем уважении к тебе Под тебя денег-то никто не даст Ты не Сабина Под нее Даже под мертвую Прости, Господи Кучу бабла дают А под тебя Ну... Ну, я поняла, поняла Я пошутила Шутка На, посмотри документы И скажи, сколько Сабора с этого будет иметь Вы понимаете, что это подло следить за моей женой Да, я понимаю Простите и прощайте Всего хорошего Куда она? Антошу уложила? Я ее уволил Уволил? В смысле? В смысле, что с сегодняшнего дня Ты будешь заниматься ребенком Я не поняла, что сейчас было за то Нет, если ты решил поиграть в домострой То у тебя ничего не выйдет Чтобы завтра утром у меня была няня Или с этого дня ребенком занимаешься ты Как ты? Лара, Лариса, что случилось? Нина Антонна! Нина Антонна! Нина Антонна, идите сюда! Я тебе говорю, я не сумасшедшая, Сережа, я ее видела! Она прямо здесь стояла передо мной! Ну, видишь, никого нет! Так, давай, выпей! Тебе просто показалось! Сейчас чай с мятой заварю! Давай, сядь, сядь! Дышной не слышишь! Тут везде запах ее духов! Здесь пахнет ее духами! Не выдумывай, ничем здесь не пахнет! Я не выдумываю, мне страшно! Тихо-тихо-тихо! Мне ж правда виновата перед ней! Я тоже виновата! Я тоже! Тихо-тихо-тихо! Да, хорошо, спасибо! А когда можно будет приехать ее навестить? Спасибо большое! До свидания! Проснулась? С добрым утром! Нина Антонна, маме стало лучше, представляете? Ну, а я что говорила? Да, отмечу день рождения и завтра поеду и я навещу! Отлично! С днем рождения, детонька! Храни тебя Господь! Спасибо вам, Нина Антонна! Так приятно! Как Лариса! Ой, оклемалась твоя Лариса! Так, одевайся побыстрей, а то сейчас гости приедут! Хорошо! Спасибо вам еще раз! Здравствуйте, Сергей Васильевич! С днем рождения, именинница! Спасибо! Гостей встречаешь? А что, уже приехали? Олег Николаевич должен подъехать! О, вот и он! Ты прости меня за вчерашнее! Я, конечно, куплю твоей маме лекарства, так что давай свою шпарбук! Спасибо, пока не надо! Олег Николаевич обещал помочь! Привет! Привет! С днем рождения! Спасибо! Хорошо выглядишь! Молодец! Здорово! Привет! Проходите! Это было у твоей мамы! Да, я звонила в клинику утром, мне сказали ей лучше, да? Да, состояние стабильное, в общем, я уверен, она выкаракается, лечение я назначил, а лекарства тоже, не беспокойся! Спасибо вам большое, Олег Николаевич! Олег, ты просто гений! Я не думал, что у Насти так быстро не поправка войдет! Это все она, молодчина! Да-да! Пир на весь мир, да? Да, пир! Пир на весь мир, да? Где эта красавица? Сказала, что ей надо переодеться! Шампанского? Естественно! Так это ты была ночью в платье, Сабина? Почему я? Почему всегда я? Ты считаешь это нормально, что она ходит в ее вещах? Настя, к чему этому сгорать? А что тут непонятного? Для девочки Сабина кумир! Она всю жизнь для нее хотела быть похожей! Правда, Настенька? Правда! Настенька! Пошла бы ты переоделась и палочку захвати! Распокойся, она еще ребенок, у нее есть все эти игрушки! Я не ребенок! Вот выпью шампанского и пойду переоденусь! Правильно! Лариса Михайловна здесь такой же гость, как и мы все! Так что, Лара, с тебя тост за здоровье именинницы! Ну, тогда я скажу! За самую красивую и очаровательную! Я же подарок забыл в машине! Извините! Смотри, никто не хочет пить за твое здоровье! И я не хочу! Да, дурацкая была затея нас всех здесь собрать! И я не хочу! Включи же ты телефон, Влад! Лара! Это Сабина! Она пришла за мной! Олег! Что случилось? Я не знаю ее! Быстро, скорбуй! Не трогай сейчас! Спасибо! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА